Великая борьба Сегодня ведется за наши сердца, за наши умы. И мы с вами говорим о том, насколько важно возрождение. Мы молимся об этом уже больше, чем где-то около двух лет. Мы просим Господа, чтобы Он дал нам силы, дал нам желания, дал нам знания и повел нас по этому пути, пути возрождения и преобразования. Сегодняшняя тема, я не скажу, что она такая, может быть, легкая для понимания, но вникнуть в нее все-таки нужно, потому что все, о чем мы будем с вами говорить, это касается нас, непосредственно нас. Мы очень много говорим о преобразовании характера наших, преобразовании наших жизней. И это, по сути, то свидетельство, которое Бог ожидает от нас в это последнее время. Мы должны измениться, чтобы оказать влияние на этот мир. У Бога есть план спасения человечества. Бог очень много дал нам и очень долго ждет нас. Он хочет, чтобы мы объяснили этому миру весть спасения, как можно спастись от грехов, как стать перед Богом чистыми, как войти в небесный град воротами. Мы призваны Богом изменить этот мир, просветить его, дать ему знания, дать ему самое глубокое влияние, благородное влияние. Символом христианства является не наружный знак, не крест на груди или венец на голове, но то, что определяет союз человека и Бога. Сила его благодати, явленная в преображении характера, убедит мир в том, что Бог послал своего Сына как Искупителя. Это цитата из книги «Служение и исцеление», 470-я страница. Итак, сила благодати, которая дана нам, она должна преобразовать нас. И только это, наше преображение, может оказать действительное влияние на этот мир. Но для того, чтобы сохранить основы христианской жизни, чтобы быть чистым в этом развращенном мире, согласитесь, нужна смелость и мужество. Недостаточно сделать какой-то первый шаг только, или, может быть, второй даже, а нужно идти этим путем и нужно меняться постоянно, потому что пределом совершенства нет. Господь желает видеть нас спасенными. Я еще раз хочу говорить об этом. Я хочу говорить о том, что у Бога есть действительно грандиозный план для нас, и нам нужно довериться Ему. мир влияет на нас. И на нас, адвентистов седьмого дня последнего поколения, это не исключение. Мы также испытываем его влияние. Как бы мы ни желали отмеживаться от него, он все равно влияет на нас. Как выстоять в этом мире? Вы знаете, что если мы будем уступать этому миру, мы очень скоро потеряем все. Мы потеряем веру. Мы потеряем понимание характера Божьего. Мы потеряем вечную жизнь. Это очень серьезный вопрос. Поэтому я хочу сказать следующее. Результатом таких вот уступок миру является притупление, во-первых, духовного восприятия. Человек становится неспособным различать, где истина, где ложь. А это, в свою очередь, приводит к сомнениям в учении, учении церкви. Это приводит к тому, что люди начинают сомневаться в спасении, сомневаться в характере Божьем. Как это происходит? Мы живем с вами во время сбора урожая, урожая пшеницы. Мы призваны трудиться для пшеницы. Мир, который окружает нас, у него есть свои стандарты, у него есть свои традиции, у него есть свои работники, и он очень усиленно трудится для того, чтобы очень многих забрать из нашей среды. Но Бог хочет, чтобы мы были сами утвержденными, еще помогли утвердиться другим. Самое страшное это то, что если мы не осознаем вот той грандиозности этой борьбы в это последнее время, если мы не предпримем определенных усилий противостоять этому миру, мы просто-напросто погибнем. Вот поэтому актуальные слова, которые мы очень часто повторяем из первого тома «Избранных вестей», 121-я страница. Возрождение истинного благочестия в нашей среде это величайшая и наиболее насущная наша потребность и стремиться к этому наша первейшая задача. Дух пророчества говорит нам, что подчинение этому миру принесет соответствующую неспособность распознавания истины и лжи. А это, в свою очередь, откроет двери для сомнений в истине. В книге послания апостола Иакова в первой главе 6 по 8 текст мы читаем следующее. Квейс Библии открываем и будем вместе читать. Вот эти сомнения, которые, по сути, будут испытывать всякий не утвержденный в истине, а он не утвержден только потому, что он наполовину в мире, наполовину в церкви, это, по сути, принесет поражение. Смотрите, потому что сомневающийся, с 6 по 8 текст, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А в 4 главе в 4 тексте этот же апостол говорит, «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Библия говорит однозначно, что мир враждует с Богом. Бог не может дружить с этим миром. И апостол Иоанн в своем первом послании пишет подобное. Давайте мы прочитаем его определение. В 4 главе с 1 по 6 текст. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их, а мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему узнаем духа истины и духа заблуждения». Итак, две вещи. Неспособность различать истину и ложь, а также сомнение в истине, что в конечном итоге приводит к удалению от истины, к падению от истины. Они существуют рядом. Свидетельство для церкви в пятом томе, 81-я страница, написано следующее. «Недалек тот час, когда будет испытана каждая душа. Соблюдающие ложную субботу будут принуждать нас идти их путем. Между Божьими заповедями и человеческими разгорится борьба. Тогда тот, кто привык шаг за шагом делать уступки миру и сообразовываться с его обычаями, согласится лучше подчиниться во всем властям, чем навлечь на себя насмешки, оскорбления, заточения и смерть. В то время истинное золото будет отделено от шлака. Между истинным благочестием и ложным будет проведена четкая грань. Многие звезды, ослепительным блеском которых мы восхищались, потухнут во мраке. Многие, носившие на себе священные одежды, но не обличенные праведностью Христа, с позором предстанут тогда во всей своей ноготе». Пятый том, свидетель для церкви, 81-я страница. И еще хочу прочитать одну цитату. «Мне хотелось бы сказать, что мы живем в самое торжественное время. В последнем данном мне видении были показаны поразительные события, показывающие, что только малая часть из тех, кто сегодня исповедует истину, будут освящены ею и спасены». Меня это очень сильно отрезвляет, друзья, эти слова. «Многие уклонятся от простоты в исполнении церковной работы. Они подчиняют себя миру, лелеемым идолам и становятся духовно мертвыми». Это свидетельство для церкви, 1-й том, 608-я страница. Я еще прочитаю одну цитату, она тоже очень важна. «С приближением бури большое число тех, кто исповедует веру в трехангельскую весть, но не были освящены через послушание истине, отвергнут свое прежнее положение и присоединятся к рядам противников. Объединившись с миром и разделяя его дух, они привыкли смотреть на многие вопросы с той же точки зрения, как и многие мирские люди. И когда наступит испытание, они изберут легкую популярную сторону. Талантливые и приятные люди, однажды радовавшиеся истине, используют свои силы, чтобы обманывать и вводить в заблуждение души. Они станут самыми ярыми врагами своих бывших братьев. Когда соблюдающих в субботу будут переводить в суды, чтобы они дали отчет о своем уповании, эти отступившие от истины будут самыми успешными агентами сатаны, вводя в заблуждение и вынося обвинения, используя ложные свидетельства и измышления, настраивая правителей против детей Божьих. Это «Великая борьба», 608-я страница. Итак, это не просто отступление, это не просто может быть противление истине даже, но это и изменение курса жизни. Из друзей истины, хотя они полных, эти люди окажутся ее врагами. Вот что самое страшное. Почему эти люди станут в момент кризиса врагами Богу? Это непростой вопрос, потому что он касается нашего сегодня состояния, друзья. Во-первых, эти люди сегодня легкомысленно относятся к истине. Во-вторых, они никогда не были растущими христианами. Они довольствовались тем, что они ходят в церковь, у них все хорошо, все благополучно. Ну, вроде бы мы не хуже тех людей, кто в мире. Мы смотрим на них, мы их еще и осуждаем, но мы не хуже других, правда? Что еще? Они откажутся от веры и перейдут на сторону врагов. Вот это главный вопрос. Потому что в их нынешней жизни вот это двоякое поведение, они любят мир, они смотрят в этот мир, они пользуются этим миром, и поэтому для них это будет более приемлемым, чем найти в себе силы, мужество для того, чтобы отстоять непопулярную в этом мире истину. Пятый том «Свидетель до церкви», 216-я страница. «Те, кто соединены с миром, получили печать мира и готовы для получения начертания зверя». Это, по сути, конечный результат действия уступа к миру, этого мирского духа. Причиной потери веры является склонность к миру, что приводит к отвержению истины. У каждого человека есть свое личное мнение. И каждый строит свою жизнь согласно своему опыту, образованию, окружению, то есть то, что он впитывает из этого мира. У него формируется свое собственное мнение о тех или иных жизненных укладах. но когда мы встречаемся с истиной, она полностью меняет наше мышление. Другими словами, меняет наше мнение о жизни. Правда? Если нам когда-то казалось, что мы все делали правильно, мы не ошибались, может быть, ошибались, исправлялись, у каждого это есть, но истина требует особенного к ней отношения. Истина требует не просто ее знания, но и принятия. Принятия на повседневном уровне. Каждая деталь истины должна быть вплетена в ткань нашего характера, нашей жизни. Но если человек не основывает свой жизненный путь, не преобразует свой характер согласно истины, согласно Слову Божьего, а сохраняет свое личное мнение, ему очень легко будет согласиться с подобным мнением других же людей, которые имеют подобное свое мнение, личное мнение, не согласующиеся с истиной. И такие люди, они находят общий язык. Подобное что? Ищет подобного. Соединяются друг с другом, чтобы противостоять добру. Таким образом, когда существует собственное мнение, когда существует, я имею в виду, неправильное мнение, это рано или поздно приводит к отчуждению от истины. По сути, это отсутствие смирения, потому что, чтобы принять истину, нужно смириться перед ней, потому что она требует коренного преобразования не просто каких-то деталей нашей жизни, она требует коренного преобразования нашего сердца. Сатана всегда стремился вызвать сомнение к Божьему Слову. Всегда. Помните невинную Четум в Эдеме. Когда Ева осталась одна и оказалась у дерева познание добра и зла, первый вопрос, который она услышала, был какой? Подлинно ли сказал Бог? Вот этот тон или вот этот смысл, этот вопрос, он постоянно задает каждому из нас. Подлинно ли это так? Если мы не делаем свою жизнь подчиненной полностью Слову Божьему, если мы не принимаем этого главного решения в своей жизни, этот вопрос, он найдет отклик в нашем сердце рано или поздно. И больше всего для того, чтобы этот вопрос привлек нас к себе, больше всего на нас влияет мир. Когда мы двоимся, когда мы одной ногой в церкви, а другой ногой в миру, тогда очень легко этому вопросу повлиять на мое личное мнение и найти у меня в моем разуме, в моем сердце ответ. Как сеются эти сомнения? нужно просто-напросто отвлечь внимание от истины. И все. От Слова Божьего. Если мы не сконцентрированы на нем, если мы не сделали это смыслом своей жизни, христианской жизни, у нас есть много забот. Пускай это будет, я не знаю, работа, пусть это будет одежда, пусть это будет спорт или развлечения, или там политика, что угодно, это отвлечет. Рано или поздно это заберет все наше внимание. Когда человек занят миром, все его внимание в нем, то у него постепенно стирается грань в его сознании, что есть добро, а что есть зло. я почему так подробно останавливаюсь на этих вопросах, потому что это происходит с нами. Когда мы посмотрим даже на свою жизнь в церкви, я не знаю, наверное, многие со мной согласятся, многое изменилось сегодня. Я уже 20 лет в церкви. Когда я пришла из мира, я все поменяла в своей жизни. Ну, я так поняла, так я видела такую церковь. Одежда, косметика, я не знаю, приоритеты в жизни, все поменялось. Но сегодня получается, что я даже чувствую какое-то осуждение, что я осталась на тех позициях. Парадокс. Не правда ли? У сатаны есть один такой излюбленный прием, он очень преуспел в этом. Он научился смешивать добро и зло в такой пропорции, что зло кажется правдоподобным, ложь кажется правдоподобной. И многие с ней соглашаются, а только потому, что они не тренируют свой разум Словом Божьим. Они не являются растущими христианами. Остановившись на одном уровне, такие люди считают себя уже самодостаточными. в результате грех не кажется таким уже отвратительным, таким омерзительным, а истина, ну, такая она вроде бы и желанная, или там, ну, я не знаю, я хотела бы это, но не получается, ну, что сделаешь? Все так живут. Вы возьмите моду. Что это такое? Откуда она пришла к нам? То, что раньше Бог называл мерзостью, сегодня это называется удобством, понимаете? И сегодня говорят, это приемлемо. Я читала в одной книге, очень популярной выдержка такая, комментарий был на труды духопророчества, где автор пишет, ну, он говорит о принципах одежды, а потом говорит, ну, цитату приводит Эллен Вайт, но она говорила, если в мире появится удобная одежда, у него есть такое выражение и его комментарий, например, женские брюки, то мы должны принять это. Как это так? В 19 веке это называлось мерзостью, сегодня это удобство. Мир, который окружает нас, он сегодня не реагирует на распущенность, он не реагирует на жестокость, уже настолько все это выросло до такой планки, что это уже сегодня считается нормой. Если взять даже эволюцию моды, раз я уже взяла моду, то раньше женщины купались раздельно, правда? Потом уже придумали где-то в начале 20 века уже купальники женские, ну и мужские, но сегодня люди уже совершенно раздетые, и они даже не реагируют друг на друга. Вот так вот мир реагирует на то, что происходит в нем. А как мы? Может быть, чуть-чуть опаздываем. Знаете, последовательность проникновения мирского духа в церковь, она очень ясно изложена в духе пророчества. Сатана начал атаку на церковь знаете, с какой позиции. Церковь всегда охранялась Богом. У нее есть, знаете, есть в медицине такое понятие демаркационная линия. Вот есть то, что защищает то, что внутри. И вот он начал атаку на расшатывание вот этой демаркационной линии. Как он это делает? Давайте мы проследим. Когда Иисус Христос образовал свою церковь, она была удивительно чистой, хотя она никогда не была лишена может быть тех людей, которые ошибались, которые были несовершенными, но тем не менее, тем не менее, церковь хранила чистоту веры, однажды преданную святым. Это была ее сила. Бог дал обилие благодати для того, чтобы люди могли воспользоваться возможностью изменить свою жизнь, чтобы они могли изменить свои сердца и повлиять на этот мир. Мы знаем, как продвигалась церковь в своем росте. Ежедневно присоединялись люди к этой церкви, как они понимали спасение, как они любили друг друга, как они стремились сделать все самое лучшее в своей жизни. Когда Христос вознесся от земли, на земле остались люди, его последователи, и сатана предпринял сильнейшую атаку на церковь. Он начал ее преследовать, он начал гнать, он начал убивать тех людей, которые отстаивали истину, как она есть в Иисусе. И многие люди пали смертью храбрых, но в их поражении была их победа. Кровь этих людей была семенем, и это семя очень обильно распространялось, люди очень чувствовали правду. Я даже не могу выразить это словами. У людей была жажда этой правды, и они жаждали все более и более возрастать в ней. Евангелие продолжало распространяться, и число ее приверженцев увеличивалось. И тогда, стремясь противостоять правлению Божьему, Сатана решил водрузить свое знамя в христианской церкви, прямо в церкви. Если ему удастся обмануть последователей Христа и заставить их делать неугодны в очах Бога, тогда они лишатся силы и крепости и станут его легкой добычей. Это «Великая борьба», страница 42. И дальше я хочу продолжить чуть-чуть ниже. Итак, великий обманщик пытался хитростью добиться успеха там, где потерпел поражение, действуя силой. Гонения прекратились, и вместо них появились опасные и заманчивые обольщения земного благополучия и светских почестей. Идолопоклонники приняли некоторые положения христианской веры и в то же время отвергли многие важные истины. «Заявив, что считают Иисуса Сыном Божьим, что верят в Его смерть и воскресение, они в то же время не сознавали своей греховности и не испытывали потребности в покаянии и внутреннем перерождении. Уступив кое в чем христианам, они предложили и им сделать то же самое, чтобы соединиться с ними на основе христианского вероисповедания». Другими словами, мы чем-то пожертвовали, пожертвуйте и вы чем-то. и долго велись споры в церкви, но все-таки были сделаны некоторые уступки. И вот это был пролом. Вот это был тот пролом в той стене, которая начала расшатываться, и вот этот пролом увеличивался. Союз христиан с миром произошел. Но не все поддались этому союзу. Не все пошли на уступки этому миру. Остались верные люди, которые защищали истину, которые стояли на страже истины. И они стали постепенно быть преследуемы уже в самой церкви. Постепенно против них начались гонения внутри церкви. 43-я страница книга «Великая борьба». Когда последователи Христа приняли в лоно церкви идолопоклонников, христианская религия осквернилась, и церковь утратила свою чистоту и силу. Однако были и такие христиане, которые не позволили ввести себя в заблуждение. Они продолжали оставаться верными автору истину и поклонялись одному лишь Богу. Эта картина аналогична той картине, которая была перед потопом. Вы помните, как были разделены сыновья Божьи и кто? Сыновья человеческие. Но мало-помалу союз произошел. Шестая глава книги Бытие. Произошло слияние, и тогда уже не было той силы, которая бы сдерживала этот поток зла. И мир растлился. Растлился до такой степени, что был уничтожен потопом. 43-я страница книги Великая Борьба. Вы знаете, этот процесс повторяется и сегодня. Исповедующие религию Христа всегда разделялись на две категории. Одни верующие, ревностно исследуя жизнь Спасителя, сообразуясь великим образцом, искренне стремились исправить свои недостатки, а другие старались не замечать ясных жизненно важных истин, разоблачающих их заблуждения. Даже в свои лучшие времена Церковь состояла не только из искренних, чистых, богобоязненных людей. Наш Спаситель учил, что людей, которые сознательно грешат, не следует принимать в Церковь. И тем не менее, Он приближал к себе людей весьма несовершенных. Есть разница, которые сознательно грешат, упорствуют в грехе, но есть просто люди несовершенные, которые ошибаются часто, но которые борются, стремятся быть чистыми. Своим учением и собственным примером предоставляя им возможность увидеть свои ошибки и исправить их. Вспомните Иуду. Этот человек был принят в число учеников Иисуса Христа. У него была возможность измениться. Он был рядом с Иисусом. Он разговаривал с Ним. Он кушал вместе с Ним. Они спали на одной постели, потому что они вели такую жизнь кочевую, передвигались постоянно. Они делили тяготы вместе. Он мог научиться у Него. Он видел его совершенный чистый характер, но в то же время он не оставил свою любовь к чему? К деньгам, к миру, по сути. Он не смирился перед Богом. Вспомним Ананию и Сапфиру. Это первоапостольская церковь. Эти люди солгали Духу Святому. Но смотрите, Божий суд сразил их на месте сразу же. Вот так вот Бог защищал свою церковь. Он защищал чистоту ее, потому что большинство людей были чистыми, они стремились к этой чистоте, они стремились воплотить в свою жизнь все принципы Евангелия. Поэтому в то время такие люди не могли долго оставаться в церкви. Они сразу выявлялись и они должны были уйти из нее. Они не могли долго оставаться среди тех, кто всегда достойно являл Христа в своей жизни. И когда его последователи постигли испытания и гонения, верность ему сохраняли только те, кто ничего не жалел ради истины. Таким путем на протяжении всего времени преследования церковь сохраняла относительную чистоту. Но когда гонения прекратились, в церковь вошли недавно обращенные люди, которые не отличались искренностью и преданностью, и сатана через них получил возможность начать свое губительное дело. Итак, в церкви есть две группы людей. Как на войне. Идет великая борьба, идет война. Есть две группы людей, которые защищают истину и которые противятся ей. Есть те, которые искренне изучают Слово Божье и стремятся воплотить его принципы в своей жизни, но есть те, которые не изучают вот таким образом, хотя, может быть, и многое знают из Священного Писания, но противятся его жизненной силе. Но так как между князем света и князем тьмы никогда не было союза, точно так никогда не будет единства между этими двумя группами людей. Нет ничего общего между Христом и Велиаром. Нет ничего общего между Церковью и миром. Поэтому мы должны с вами, друзья, выбрать для себя, кому мы служим, кому мы принадлежим, кто мой Господин. Когда христиане объединились с полуобращенными язычниками, они пошли путем, который уводил их все дальше и дальше от истины. В конечном итоге мы знаем, к чему это привело. это привело к тому, что наиважнейшие пункты истины были изменены, искажены. И вот этим вином блудодеяния эта Церковь начала поить все народы. Видите, к чему привели вот эти уступки миру, уступки необращенным людям. Но были и те, кто горячо отстаивал принципы истины. Я еще раз хочу повторить, это группа людей, которые всегда были в церкви, которые всегда защищали истину, и они будут до конца земной истории. Апостол Павел говорит, это страница 48-я Великой борьбы, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 стихли, вот самый главный вопрос, были преследования, гнали тех людей, которые отстаивали истину, но почему их сегодня нет? Единственная причина, церковь настолько приспособилась к мирским стандартам, что не встречает больше никакого сопротивления. Религия наших дней утратила чистоту и святость, отличавшую христианскую веру во дни Христа и его апостолов. В настоящее время христианская вера пользуется такой популярностью в мире только по той причине, что величайшими истинами Слова Божьего пренебрегают, что в церкви так мало жизненного практического благочестия, что там господствует дух компромисса с грехом. Если бы в христианской церкви возродилась вера и сила ранних христиан, то ожил бы и дух гонений. Огонь преследований возгорелся бы тогда с новой силой. Очень ясно говорится, как только благочестие возродится в нашей среде, как только возродится вера первых христиан, сразу же начнутся гонения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что если тот призыв к возрождению и преобразованию найдет место в нашей среде, если это возрождение произойдет, то естественным исходом его будет что? Гонение. Их нет пока. Поэтому можем сказать, что и нет возрождения. Да, оно начинается, но может быть очень-очень редко. Господь дал своей церкви огромное благословение. Логично будет, что если церковь имеет все это, она должна вернуть вверенные ей таланты с прибылью. Правда? Господь ожидает от нас с вами отдачи. Он сделал все, чтобы мы были спасены. Нам нужно дать ответ своей жизнью. по мере увеличения веренных нам талантов у нас увеличивается и долг перед Богом. Пятый том «Свидетель для церкви» страница 240. Но вместо того, чтобы становиться все более лучшей и совершенной, она даже отошла от того, что имела в первый период христианства. То было начало. Но мы идем к получению позднего дождя. Но мы утратили даже то, что было в первый период христианства. Вы знаете, очень мрачная картина, правда? Но есть надежда. Эта перемена в ее духовности состоит в ее духовном состоянии произошла постепенно, медленно и почти незаметно. Войдя в дружеские отношения с миром и стремясь к похвале, ее вера потускнела. Прежняя ревность угасла и пламенная преданность уступила место мертвой формальности. Каждый шаг, направленный к миру, был шагом удаления от Бога. С появлением гордости мирского чистолюбия начал удаляться дух Христа, и вместо него в церковь проник дух соперничества, разделения, споров, раздоров, и все это ослабляло и ухудшало ее духовное состояние. Что делает сатана сейчас, в данный момент? Вы знаете, чтобы закрыть рот тем, верным стражам на стенах Сиона, которые бьют тревогу, что не все с нами в порядке, что нужно что-то делать, нужно меняться, нужно возрождаться. Этих людей сатана так искусно делает врагами праведности по вере. я сейчас объясню, что имею ввиду. Он, сатана, с давних пор, особенно это последнее время, очень искусно, очень так деликатно вводил такое понятие, что любая попытка исполнить закон Божий, вообще воплотить истину в жизнь, это является не что иное, как спасение по своим делам, спасение своими делами. Вы встречались с этим? Любая попытка быть послушным истине расценивается как спасение своими делами. Другими словами, сама идея освящения, она как-то начала уходить в тень. Мы много говорим об оправдании, мы много говорим о спасении, мы много говорим о Голгофе, но это нужно как-то применить к себе, это нужно как-то выразить своей жизнью. Сегодня мы не очень часто слышим может быть подобные проповеди на тему освящения, на тему совершенства характера. Я не имею в виду, может быть, в нашей среде мы много говорим, но и испытываем осуждение со стороны. Сегодня более популярные темы психологического характера, такого убаюкивающего характера. Но что есть, то есть. Великая борьба, страница 46. поистине вызывает тревогу равнодушное отношение к учениям, являющимся столпами христианской веры. Становится популярным мнение, что в конце концов эти принципы не имеют жизненно важного значения. Такое уродливое понятие придает слугам сатаны еще большую силу и твердость, в результате чего лжеучения и роковые заблуждения, стараясь против которых верные Богу в прошлые века порой жертвовали своей жизнью, сейчас благосклонностью принимаются теми, кто считает себя последователями Христа. Например, некоторые богословы начинают изменять учение о библейской учении о грехе. сегодня грех рассматривается больше с точки зрения нарушения взаимоотношений с Богом, чем нарушение закона Божьего. Сегодня говорят, что стоит тебе только поверить то, что Иисус Христос умер на Голгофе, Он там и обеспечил твое послушание. И это все. Тебе нужно только верить в это, молиться, и ты спасен. Такая легкая, удобная религия. Знаете, здесь игра слов, потому что здесь есть доля истины и есть доля заблуждения. Христос умер, потому что закон Божий был нарушен. И мы сегодня ответственны своей жизнью, чтобы доказать, что Иисус не зря умер за нас. Новое учение, которое отвергает освящение, оно очень популярно сегодня в мире. Оно сегодня в церкви, я имею в виду. И мир сыграл здесь свою роковую роль. Люди, которые не вполне оторвались от него, им нравится многое в этом мире, им удобна такая религия. Можно и там, и здесь не упустить. Но это приведет к вечной гибели. Люди, которые верят только в оправдание и пренебрегают освящением, они, по сути, не верят в то, что грех можно победить. И они отвергают это. Зачем борьба? Зачем напряжение? Зачем усердие? они говорят, что Иисус Христос все уже сделал на кресте. Нужно только верить и любить. Вот почему возрождение и преобразование по сути не могут найти отклик сегодня в нашей среде. Есть популярная философия, есть популярное объяснение этому всему. Никто не призывает к борьбе, понимаете? Никто не говорит, что ты можешь быть победителем. Это не популярно сегодня. Я хочу прочитать еще одну цитату, она длинная. Я взяла с собой книжечку, где она напечатана. Это пятый том «Свидетель для церкви», 223-я страница. «Теперь шуткой относятся к греху или же его всячески извиняют. Острый меч духовный, который есть Слово Божие, проникает до разделения души. Разве религия переменилась? Прекратилась ли вражда сатаны против Бога? Прежде религиозная жизнь была полна затруднений и требовала самоотвержения. Теперь все делается легким». Почему это так? Народ, выдающий себя за народ Божий, идет на объединение с силами тьмы. Необходимо, чтобы произошло оживление посредством прямого свидетельства. Дорога к небу не стала ровнее, чем была во времена Иисуса. Надо избавиться от всех грехов. Конкретно сказано, надо избавиться от всех грехов. Надо отказаться от всякой любимой привычки, которая мешает нашей религиозной жизни. Надо пожертвовать правым глазом или правой рукой, если они соблазняют нас. Не отказаться ли нам от собственной премудрости принять Царство Небесное как малое дитя? Не расстаться ли нам с нашей собственной праведностью? Не пора ли нам прекратить свои мирские взаимоотношения? Не перестать ли нам обращать внимание на одобрение людей? Цена вечной жизни неизмерима. Не хотим ли нам постараться принести жертвы, которые соответствуют цене того, что мы хотим достигнуть? Любой вид общения, каким бы ограниченным он ни был, оказывает на нас то или иное влияние. Сила этого влияния определяется степенью близости, постоянством общения, любовью и мерой почтения, которую мы проявляем к тому, с кем общаемся. Таким же образом, знакомство и связь со Христом может и нас сделать подобным Ему, единственному безупречному образцу. Связь со Христом как невыразимо драгоценна она, какое общение может стать нашим преимуществом, если мы будем к нему стремиться и будем готовы принести любые жертвы ради такого общения. Когда первые ученики услышали весть об Иисусе, они почувствовали свою нужду в Нем, они искали Его, нашли и последовали за Ним. Они были с Ним везде, дома, за столом, в уединенных местах и среди полей. Они общались с Ним, как ученики с учителем, ежедневно получая из Его уст уроки святой истины. Они взирали на Него, как слуги смотрят на своего господина, желая понять свои обязанности. Они служили Ему с радостью и довольством. Они следовали за Ним, как воины следуют за своим командиром, преданно сражаясь сегодня популярно говорить, что чем больше мы смотрим на свои недостатки, тем больше мы имеем искушение спасаться собственными усилиями. Потому что мы видим свои недостатки, которые нам всегда хочется исправить. Они нас мучают, что-то нас обличает, совесть наша неспокойна. Нужно ли это делать или нет? Апостол Павел советовал своему молодому юному другу, помните, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. И тогда что сделаешь? Из себя спасешь и слушающих тебя. Это нас будет менять. Нам нужно знать свои проблемы, нам нужно видеть свои недостатки и нам нужно воспользоваться силой благодати, которая нам дается безмерно, чтобы мы стали победителями. Нам нужно победить грех. Я говорю это со всякой ответственности, на которую я сегодня способна. Это нужно мне и каждому из нас. Нам нужно возрождение как воздух. И Бог нам дал достаточно благодать, чтобы мы вышли победителями в этой борьбе. Нам не нужно прислушиваться к тем богословам с мирским образованием, которые учат нас, как отступить от истины, которые вызывают сомнения в нашем разуме, которые приведут нас в конечном итоге к гибели. У нас есть Слово Божье, у нас есть Дух Пророчества. Нам нужно сосредоточиться на Нем. Вы знаете, почему у меня такое переживание сейчас? Вот уже почти два месяца я хожу под впечатлением одного семинара, который был в Москве, в московской миссии. Приезжал туда Джордж Найт в серии своих проповедей. Десять, по-моему, проповедей было. Я не знаю, моему лично возмущению нет предела. Многие вещи он говорит правильно, но основополагающие они вводят в заблуждение людей. Но самое страшное это то, что находится позитивный отклик на эти проповеди. Вы знаете, я проанализировала вот его вот эту всю идею с его семинарами, чему он противится и на что он делает акцент. Самое простое на образ жизни. Да, есть там доктринальные у него идеи, которые он так, казалось бы, глубоко копает. И он вызывает сомнения, я думаю, у всех слушающих, к истине. Я боюсь, что люди, которые не совсем порвались с миром, которые еще находятся в таком двоящемся положении, они пойдут не тем путем. В их сердцах найдется отклик к этим сомнениям. Друзья, мы народ суда. Мы живем во время суда. Нам известна истина о святилище. И если мы до конца, насколько это возможно, нам в нашем сознании, поймем истину о святилище и применим ее в своей жизни, мы будем победителями. Святилище учит победе. Святилище учит тому, что произойдет с грехом. И нам нужно верить тому, что сказал Бог. У нас есть все. Бог дал, я бы сказала, такое революционное возрождение в XIX веке, которое по сути привело к образованию адвентистского движения. Это изменило мир, потому что изменилось что-то во Вселенной. Христос перешел во святое святых. Это последняя фаза его служения. И народ, живущий на земле, который поверил ему, который принял для себя истину о спасении. Он должен пойти за Иисусом во святое святых. Народ последнего времени, это мы с вами, должны выйти победителями над грехом. Никогда не верьте, что это невозможно. Не бойтесь борьбы. Да, это сложно. Да, это тяжело. Самоотречение это всегда было тяжело. Но это возможно. Но это возможно в том случае, если мы будем взирать на нашего начальника и совершителя нашей веры, на Иисуса Христа. Послание к Титу, то, что Витя начал вступление к сегодняшнему служению, говорится о том, что у нас достаточно возможностей, достаточно силы благодати. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестия и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Нужно говорить об этом. Нужно не стесняться об этом говорить сегодня. Вы знаете, такое положение сегодня какое-то создалось у нас, что говорить истину сегодня как-то не очень популярно. Говорить о совершенстве вообще нельзя. А к чему тогда стремиться? Говорить о победе над грехом непопулярно. Вы знаете, открыто говорится, вы никогда не победите грех. А зачем святилище? А зачем Голгофа? А зачем план спасения? Зачем? Давайте будем размышлять над этой темой. Давайте мы прианализируем себя лично. Достаточно ли я твердо стою вот здесь в церкви? Достаточно ли я укоренен в ее учении? Достаточно ли близкие у меня отношения с Иисусом? Достаточно ли я ревностен в своем посвящении? Пусть эти вопросы тревожат нас, потому что, исследуя себя, мы будем искать выход. Давайте не будем довольствоваться тем, может быть, положением, может быть, умиротворенности уже на сегодняшний день. истина, она постоянно открывается и она постоянно дает силу для постоянного нашего преобразования. Давайте сосредоточим на ней все свое внимание. Давайте будем изучать Слово Божие ревностно, усердно, для того, чтобы оно действительно нас преобразовало. Давайте повторим опыт ранних христиан. Давайте переживем вот этот ранний дождь со всей серьезностью, во всей полноте. чтобы получить поздний дождь сполна. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Отец, мы благодарны Тебе за Твою обилие благодати, которую Ты даруешь нам, чтобы мы могли приняв этот дар ответить Тебе своим посвящением, своим преобразованием, той ревностью исполнения и воли Твоей, которую Ты ожидаешь от нас. Господи, мы нуждаемся в более глубоком опыте взаимоотношений с Тобою, чем мы имели его до сих пор. Благослови нас, Господи, на перепосвящение, на возрождение, на полное преобразование наших жизней, чтобы оказать действительно правильное влияние на этот мир. Помоги нам, Господи, противостоять Ему и помогать тем людям, которых еще можно спасти сегодня. Мы просим Тебя об этом во имя Христа. Аминь. Аминь. Продолжение следует...